Друзья, сегодня мы рассмотрим девятый раздел из годового чтения Торы, который называется «Ва-Ешев». Это книга «Бир-Эйшит» или «Бытие», глава 37-40 включительно. И в этих главах следующее событие. Сны Иосифа, ненависть братьев и продажа его в Египет, некоторые события жизни Иуда, Иосиф в доме начальника телохранителей фараона Патифара, Иосиф безвинно попадает в тюрьму и толкование снов Иосифом фараону. Вот такое вот содержание. Сегодня остановлюсь на нескольких стихах из раздела, которые заставили меня размышлять. Итак, с самого начала 37-й главы. Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф в 17 лет паскот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые, они их слуги, до Израиля отца их. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Ну а дальше мы уже знаем по щеной, собственно, верно. Это очень такие места Писания, которые проповедники любят, потому что они многое дают нам верующим сегодняшнего дня. Есть о чем говорить. И показывают и характер Божий, и как Бог работает с нами. И сегодня я хочу поразмышлять, знаете, вот о судьбах патриархов. Мы же понимаем, да, Бог говорит нам через судьбы. Например, через... Да, и я потом хочу говорить, ну не просто так, знаете, размазаться мыслью под реву, а что-то вычленить такое, что оно запомнится, оно войдет, и мы что-то вот поймем и примем для себя, да. Вот основное такое. Вот, например, если мы говорим об Аврааме, да, он здесь не упоминается, но о нем нельзя не сказать. Вот, значит, когда мы говорим о Аврааме, мы понимаем, что Бог не зря его назвал отцом всех верующих, да. Он, отец наш, в вере, он нам показывает пример. Друзья, притом надо понимать, что здесь слово вера, я понимаю не просто вера, написано, и бесы имеют веру, они знают, верят, что Бог есть, да, знают, какой он, трепещут, но ничего не делают. Вот, и многие люди тоже имеют разный уровень веры. Вот, понимаете, мы говорим о вере Авраама. Вера – это доверие, прежде всего, это то, что было утрачено в Эдеме. И вот все, что мы делаем, друзья, вот каждое служение, там, наше чтение, молитва, мы познаем Бога, и понимая, кто он и какой он, да, мы приближаемся к нему, и мы все больше и больше доверяем. Понимаете, о какой вере мы говорим? О доверии. Вот, и в этом, вот в этих стихах я вдруг увидел, что здесь сходятся все остальные патриархи, начиная с Исаака, да, смотрите, Исаак жил, это, Иаков жил в доме странства отца своего, Иосиф вспоминается, да, вот в этих трех стихах, значит, и даже и братья все его вспоминаются. Я вот постараюсь быстро, мне не так много дано времени, значит, но как бы постараться емко вот сказать, что мы можем взять от каждого из них. Об Аврааме я уже сказал Исаак. Вы знаете, я не помню ни одной проповеди по его жизни. Вот честно говорю, возможно, они есть, вы слышали, но я вот не помню просто. Вот, эта личность недоценена проповедниками, как-то все больше концентрируются на том, что он прокололся с сыновьями, да, вот, значит, в конце, друзья. Ну, ему уже было очень много лет, там, уже за сто, там, и, как говорится, если мы будем судить о нем так, то давайте тогда и о Соломоне будем так же судить. Он там к концу жизни накуролесил, сыдало поклонствами с женами, ого-го, понимаете? Вот, поэтому Исаак, вот, я хочу вам сказать, что в нем было нечто, что Бог не стыдился сказать, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, понимаете? Вот, значит, и более того, в знаменитой 11 главе послания к евреям Исхак предсыслен героем веры, и в нем сказано, что веру в будущее Исхак благословил Иакова и Исаава. Таким образом, Тора говорит нам об Исхаке и вся Библия, что он был глубоко верующим человеком. Медраши, значит, ну, предания, да, значит, они говорят, и толкование, они говорят о том, что он был очень похож на Авраама и внешне, и внутренне. Очень был похож на Авраама. Вообще жизнь об этом свидетельствует, у него жизнь была тихая, безмятежная, дай Бог каждому, 180 лет, да, с прекрасной преданной женой, в общем-то, с неплохими сыновьями, да, там что-то было, но в целом, так говорится, ребята хорошие. Вот, значит, и, ну, не то, что там, я говорю, хорошие, ну, такие, по крайней мере, не причиняли ему там великих неудобств, как сейчас многие дети причиняют своим родителям. Вот, и было нечто, вот я упомянул об этом, что впечатлил очень его сына Иакова. Вот, Бытие 31-42, Иакова выговаривает Лавану за его неверность, в расчете с ним он говорит, если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы здесь отпустил меня ни с чем. Он упоминает страх Исаака, да. В другом месте, когда Лаван догнал Иакова после бегства, они примирились, Иакова поклялся ничем иным, как страхом отца своего Исаака. То есть это для него было настолько свято, он его так впечатлил, да, вот страх Божий, вот, он его так впечатлил, и, притом, не просто страх, друзья, есть разные виды страха, мудрецы говорят, что есть такой, знаете, ниши, это когда просто боюсь, чтобы меня не наказали, я там чего-то не лишился, да, а есть страх выше, это благоговейный трепет, вот это то, что было у Исаака. Ну, и вы сами понимаете, вообще-то пережив то, что было там на гре, да, когда приносили его в жертву, а он-то был уже такой человек достаточно взрослый, ну, говорили 27, я больше склоняюсь, 37 лет ему было, несет дрова, да, ложится, он понимает зачем, еще говорят, даже говорит, отец мой там покрепче свяжи, чтобы я здесь не дергался, вот, пережив это, и увидев реальность Бога, конечно, он получил на всю жизнь вот этот благоговейный страх, да, вот, и, ну, я хочу сказать, что это то, чего не хватает современному христианству, понимаете, папочка, благослови, там, Господь, там, ну, ты же знаешь мое сердце, ну, то, что я делаю, то такое, ну, сердце-то у меня хорошее, да, вот, благослови меня, ну, пожалуйста, закрой глаза на это, и так далее, понимаете, о чем я говорю, да, вот в нем было то, что можно взять, знаете, в свою жизнь. Так, так, Иаков, значит, Иаков был написан, о нем написано, что он был человеком кротким, живущим в шатрах. По мнению, ну, по моему мнению, переводчики правильно выбрали значение слова «там», которым было переведено как «роткий». Но это не отменяет и других значений – миролюбивый, невинный, непорочный и даже совершенный. Даже совершенный. Вот про Якова говорится, что он в глазах был в чем-то совершенен. Ну, об этом недавно говорилось, что это слово «там», да, вот, оно однокоренное «стамим», вот, в которых в Левит говорится, значит, о жертве, да, что она должна быть «тамим», то есть она должна быть совершенной. Но самое, что интересно, о ней совершенство жертвы, да, оно, что жертва, условно говоря, было с чего выбрать, много совершенных, да, это не единственный совершенный, такой, какого не бывает вообще, да, ну, из таких, как говорится, совершенных, такое совершенство, оно присутствует во многообразии, ну, в том числе и в людях. Это тоже, потому что, смотрите, когда вот это слово переводилось в Новом Завете, оно было переведено как «телеос», да, а «телеос» – это по-греческому, это слово, которое совершенство предназначения, да, вот, условно говоря, ну, что там, например, вот эта кафедра, она совершенна, чтобы, ну, вот, да, ну, то есть, да, знаете, я хорошо вижу здесь, да, мне удобно, и так далее. Она совершенна, стул даже совершенна. Так вот, и человек тоже может быть вот таким вот совершенным, понимаете, то есть он тот, кто, скажем так, он такой, каким должен быть для того, чтобы исполнить свое предназначение. И Аков, он был таким, друзья, он был таким, да, вот, несмотря на то, что там одно, другое, я там, ну, обычно на это напираю, да, вот, тем не менее, он был совершенным, он знал свое предназначение, да, значит, он не сам, он ценил, он имел, он ценил духовные ценности, мы это тоже знаем, я не буду об этом говорить, значит, и он был способен к коррекции. Совершенство наше, как людей, да, это способность нашей коррекции, потому что, друзья, есть многие люди, в том числе, которые относят себя к верующим, я как служитель говорю, что я с такими случаюсь многократно, многократно, ну, достаточно часто, скажем, которым, когда говоришь Писание, говоришь, вот это твое поведение, оно не по Писанию. Ну, вы понимаете, есть много разных мнений по этому поводу, и вот мое мнение, я говорю, вы знаете, я своего мнения отказался относительно, своего поведения вообще относительно людей, отказался давно. Вот, когда я только пришел к Богу, я понял, первое, что я должен сделать, отказаться от своего мнения, взять мнение чьего? Божье мнение, да, его, знаете, вот такой вот, он был все-таки таким. Бог его корректировал, иногда много времени надо было на коррекцию, но тем не менее. Вот. И, значит, и так, значит, совершенный верующий, это Мим, да, или Телеис, да, он знает свое предназначение, друзья, притом не только предназначение, там, я буду пастором, там, и так далее, это мы думаем, да, вот, или мы там представляем, мы молимся об этом. Совершенство верующего, об этом я тоже не раз говорил, но я повторюсь, повторюсь, значит, это совершенство верующего, это вот, вот эта вот способность, да, к исправляющему действию Бога, и сердце такое верующие не противится Богу, в этом суть нашего совершенства. Я немножко хотел другую мысль, ну, как бы вылезли, ушла она, да, ну, ничего, я думаю, вы меня поймете, да, как бы основную канву вы понимаете. Итак, Иуда, вернее, так, давайте Иосиф лучше, да, вот, значит, а, Иуда, да, вот здесь было ему, здесь тоже есть глава 39, которая посвящена 38 в разделе, и его братья, Иуда и его братья, не названы там им, да, вот, значит, они поступили не очень хорошо по отношению, мягко говоря, к Иосифу, к своему отцу. Иуда вообще на 20 лет ушел из семьи, подружился с, скажем так, с миром, да, он подружился с эдилопоклонниками, вот, и язычниками, и это были 20 лет, ну, примерно 20 лет, никто не знает, сколько, некоторые говорят 20, 22, ну, судя по тому, что там дети росли, женились, это было серьезное время, да, и это, в конце концов, оказалось, что это вырванные годы. Это тоже для нас определенный, как бы, ну, пример, негативный пример, да, братья его, значит, 20 лет молчали, ничего не говорили отцу, они каждый день смотрели на этого отца, вот, значит, на своего отца, которого они любили, которого они уважали, но 20 лет они ничего не говорили, а Писание говорит, что в этот момент он как бы умер, то есть он духом умер, он вообще просто отрешился от жизни, он, я так понял, был в глубокой депрессии и так далее, ничем не помогли ему, и это тоже были 20 лет вырванные из их жизни. Иосиф, вот кажется, да, я там чуть-чуть оставил для Иосифа. Друзья, но если мы говорим о Аврааме, да, если мы говорим об Исхаке, и мы говорим об Иакове, то это вот все, что было в них, оно воплотилось в Иосифе. Вообще Иосиф, как бы, о нем так же говорят, что он, как бы, прообраз, да, Ишоа, вот, он тоже был послан отцом к братьям, да, вот, они не приняли его, предали и продали за 20 серебряникам, да, ничего не напоминает, очень напоминает, да, но тем не менее Бог и с ним работал. Если вы помните, на Решильевске был цикл проповедей у Валентина Романовича именно только по личности Иосифа, там было чему научиться. Десять проповедей, друзья, не просто, десять проповедей только об одном, об одном человеке. Но это был прекрасный человек. И история учит нас, что в яму опускают и продают в рабство собственные братья, в тюрьму сажает тот, кому ты верно служишь, про тебя забудут те, кого ты спас и кому помог. И только Бог, что все еще помнит тебя, в тебя верит и в твоей жизни исполнит все, что он задумал о тебе, если будет что, в пункте первом, втором и третьем, да. И коротко я заканчиваю. Выводы для жизни современных верующих. Вот мы так вот прошлись по судьбам. Бог учит нас на примере судеб патриархов. Иметь не просто вере, но доверие Богу, как Авраам. Ходить в благоговение страхе Божьем, как Исаак. Стремиться к исполнению своего предназначения, быть способным принимать Божье исправление и его пасторство, как Иаков. Быть верным Богу в любой ситуации, как Иосиф. Помнить, что цена греха, что велика. Это реально, друзья, это просто вырванные годы. Лучше туда не ходить, да, а быть там, где действительно вера, где доверие Богу, да, и где страх Божий. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok